Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Етусеевич, я территориально нахожусь в Республике Беларусь, город Минск. Ветеринарный врач по образованию, кандидат ветеринарных наук, много времени отдал науке, производству в свое время. Сейчас, на данный момент, являюсь техническим специалистом компании «Ланка» в Республике Беларусь и Российской Федерации. Огромное вам спасибо за представленную возможность выступить на конференции и надеюсь быть для вас полезным в сегодняшнем выступлении. Презентация моя сегодня посвящена отрицательному энергетическому балансу и способам его решения. На чем хотелось сегодня остановиться, это отрицательный энергетический баланс и его последствия, китоз как следствие отрицательного энергетического баланса и как компания «Ланка» может помочь в решении этих проблем и почему это важно. Все мы знаем, что такое транзитный период, его продолжительность – три недели до отела и три недели после. И две основные цели транзитного периода – это первое – защитить своих коров от отрицательного энергетического баланса и, соответственно, последствий. И уменьшить стресс. Вторая цель – это уменьшить стресс, чтобы избежать иммуносупрессии. Что такое отрицательный энергетический баланс, мы с вами прекрасно знаем. Это разница между поступлением энергии с рационом и то, что требуется для производства молока, то есть организму животного. После отела потребность в энергии увеличивается минимум в два раза. И отрицательный энергетический баланс происходит у всех коров. И именно как реагирует животное, как адаптируется к этому и определяет, будет метаболический успех или метаболический сбой. В случае недостатка энергии, животное в первую очередь использует жировую ткань для получения энергии. Соответственно, жировая ткань при расщеплении глицерин и неэтерифицированные жирные кислоты, их уровень значительно повышается. А в связи с тем, что кровоток после отела усиливается минимум поступления крови в печень в два раза, то есть количество поступающих неэтерифицированных жирных кислот в печень значительно увеличивается. Утилизация может идти тремя путями. Первый путь – это полное окисление и получение энергии. То есть это идеальный вариант. Большое количество энергии получает животное, коровы. Второй путь – это переэтерификация до три глицеридов. Тоже отличный вариант, когда три глицериды используются в виде липопротеиновой очень низкой плотности, молочный жир. Но если количество их высокое, не успевает использоваться, соответственно, часть их остается в печени. И начинает развиваться жировая дистрофия печени. И третий вариант – это неполное окисление. Соответственно, это образование кетоновых тел. Что касается кетоновых тел и кетоза. Если повышается уровень кетоновых тел, соответственно, возникает такое заболевание обмена веществ, как кетоз. По проявлению он клинически выраженный, может быть, и скрытый или субклинический. То есть это как айсберг. Как правило, клинические проявления у небольшого процента поголовья на ферме, на площадке. Скрытые – вот она, где находится скрытый. То есть это примерно 30 и более коров. В нашей компании принята градация по содержанию, если исходить из того, что, например, пользуемся экспресс-тестами для контроля кетоновых тел, то есть бета-гидроксибутирата. И скрытый кетоз у нас принято считать от 1 до 1,4 ммоль на литр крови. Все, что выше 1,4 мм, это уже относится к категории клинического кетоза. Что касается последствий, то на этом слайде можно увидеть, что при высоком уровне неэтерифицированных жирных кислот перед отелом повышается риск возникновения субклинического кетоза в 7-10 раз, смещение сычуга в 2-4, выбраковка в 2 раза, задержание последа, выбраковка по окончании лактации, снижение молочной продуктивности более 1 кг в сутки. Если животное уже наблюдается субклинический или скрытый кетоз, повышается риск смещения сычуга в 3-8 раз, эндометрит, метрит в 3 раза, выбраковка, и, что немаловажно, дисфункция яичников также повышается риск в 6 раз. И клиническое проявление кетоза в 4-6 раз. То есть это достаточно много. Все это отражается на молочной продуктивности. На этом слайде вы можете посмотреть, есть ли до единицы миллимоль на литр содержание бета-гидроксибутирата. Вот она молочная продуктивность. Свыше, прошу прощения, свыше. То есть это субклинический кетоз. Есть ли до, вот она молочная продуктивность. Кроме молочной продуктивности, коровы со скрытым кетозом или в зоне риска, они подвержены повышенному риску развития других заболеваний. Связано это с нарушением функции иммунной системы. И проявляется снижение активности нейтрофилов, лимфоцитов. Соответственно, повышается предрасположенность заболевания. Что проявляется увеличением частоты возникновения маститов, задержания последов внутриматочной инфекции, воспалительных процессов, эндометрит, метритов. Что касается распространения кетозы, на этом слайде можете увидеть, что заболевание достаточно распространено. Если брать Европейский Союз, в среднем это 39%. Если Канаду брать, это 21%. То есть это достаточно высокий процент распространенности. Каков наилучший метод устранения отрицательного энергетического баланса? Первое, что необходимо, это, конечно же, понять, обеспечиваем ли мы качественными кормами, количество и так далее. Первая стратегия – это увеличение количества пропиана от поступающего с кормом. Часто используют концентраты, но здесь риск развития ацидоза рубца, пропилен, гликоль и глицерин. И вторая стратегия – это мобилизация жира в организме, то есть профилактика мобилизации нейтрифицированных жирных кислот. За счет чего? За счет изменения микробной популяции рубца. Как наша компания может помочь в решении этих проблем и почему это важно? У нашей компании есть проверенные на практике средства, продукт, ветеринарный препарат Кикстон. Данный препарат выпускается в форме пластикового булюса, оснащенного удерживающимися акрилями. Действующее вещество – монензин. Действует данный препарат 95 дней. В сутки в рубце высвобождается 335 мг монензина. Какой механизм действия, попадая в рубец, монензин изменяет бактериальные популяции и соотношение продуктов ферментации. Он действует преимущественно против грамм положительных, в результате чего повышается количество пропиана от продуцирующих бактерий, снижается ацетат и бутерат, продуцирующих бактерии количество. Немаловажно снижается количество углекислого газа метана и аммиака. Что касается метана, если я не ошибаюсь, высокопродуктивная корова до 12% энергии, поступающей с рационом, затрачивает на выведение метана из организма в виде отрыжки. То есть уменьшаем количество метана, который образуется в рубце, соответственно, уменьшаем затраты энергии. И также снижается количество масляной и молочной кислот в рубце. Если посмотреть на этом слайде, мы увидим, на какие действует монензин микроорганизмы и что они синтезируют. То есть чувствительные, смотрите, уксусная, уксусная, метан, молочная и так далее. Если не чувствительные, в основном это пропионовая, уксусная и янтарная. Соответственно, по данным производителя, не менее чем на 9% повышается производство или синтез пропионат. Таким образом, потребляя одно и то же количество корма, животное получает больше энергии. Как применяется препарат? Препарат вводится внутрь рубца с помощью болюсодавателя. За 3-4 недели до ожидаемой даты отела. Почему за 3-4 недели ему, чтобы изменить состав микрофлоры в рубце, необходимо, как мы и переводим с рациона на рацион, 7-10 дней. Соответственно, многие у меня спрашивают, можно ли в день отела. Можно, конечно, но мы теряем в эффективности препарат. 95 дней действия, как я говорил уже, и 0 ограничений по продукции. Если брать опыт работы с продуктом нашей компании, то по данным исследований, на 74% снижается заболеваемость китозом. И более чем на 1 кг повышается молочная продуктивность. Второй продукт, который вы знаете прекрасно, это катазал. Действующие вещества бутафосфан, витамин В12, цианокабаламин. Как мы рекомендуем применять? Во время отела. Одна инъекция с профилактической целью. И в течение первых 2 недель после отела для коров с риском развития метаболических нарушений. Если диагностировали субклинический китоз 3 дня подряд при выявлении заболевания. Здесь по дозировке 25 мл. Но важно понимать, что доза 5 мл на 100 кг живой массы. Если, соответственно, корова 650 кг, высокопродуктивная, нужно исходить из этой дозировки 5 на 100. Какой механизм действия катазала именно? То есть здесь важный момент отводится витамину В12, цианокабаламину. И он является коферментом метилмаланилкоэнзима Амутазы. То есть участвует непосредственно через метилмаланатный путь в цикле трикарбоновых кислот. И усиливает глюконеогенез. Таким образом, наша компания помогает каждой корове полностью раскрыть свой потенциал за счет применения кикстона за 3-4 недели и катазал в день отела. И если вернуться к первым слайдам, то есть какие две основные цели, то кикстон защищает своих коров от отрицательного энергетического баланса кетоза. Китоза плюс еще катазал. Катазал уменьшает стресс, чтобы избежать ему на супрессию. Стресс это за счет бутафосфана. Тоже, я думаю, вы прекрасно это знаете. Таким образом, китоз имеет широкое распространение в молочном скотоводстве. Приводит к значительному росту заболеваний и экономическим затратам. Решение, предложенное компанией, помогает каждой корове раскрыть полностью свой потенциал, способствуя снижению распространения отрицательного энергетического баланса и китоза на 74%. Случаевы браковки сокращения, увеличение молочной продуктивности, снижению стресса в период отела коров. Что касается практического опыта применения, на этом слайде показаны исследования, которые проводились на территории Российской Федерации. Я один из участников этого исследования. Это молочно-товарный комплекс на 3000 дойных коров. И опытно это применяли кикстон, контроль, схема хозяйства. Здесь клинический китоз в 4 раза сокращение, в 6 раз субклинический, эндометрит, мастит до 60 дня лактации. Это первичные случаи, тоже наблюдали снижение. Выбытия на этой производственной площадке разницы не увидели, но там и выбытие как такового, то есть очень низкий процент. Что касается молочной продуктивности, то можно увидеть, что животные, которым применяли кикстон и катазал, и тем, которым не применяли, примерно одинаково даже стартанули на 10, это среднесуточный удой за 10 дней лактации. Дальше разница начала увеличиваться. И к сотому дню составило 2,5 литров молока, больше там, где применяли кикстон. Здесь важно, тоже можно посмотреть, максимальная разница 2,7 литра, как раз таки вот до этого, до 70 дня, 65-70 кикстон и работает. Дальше разница вот как раз и сглаживается, то есть препарат уже не работает. Как же влияет на воспроизводство? Мы тоже отслеживали этот момент. Сократился в опытной группе, где применяли кикстон и катазал, сократился сервис период на 9,5 дня. Оплатоверяемость при первом искусственном осеменении в опыте 54,3, то есть в контроле 48,6%, то есть разница 5,7%. Искусственное осеменение в хозяйстве схемы синхронизации, double-offsing, G6G протокол классический и вариация со смещением инъекции гонадорелина. Что касается индекса оплодотворения, на этом слайде вы можете увидеть разницу. То есть опытная группа индекса оплодотворения составила 1,69, в контрольной группе 2,11. Отдельно я вынес, тоже интересные цифры получили по первотелкам. Индекс оплодотворения 1,43, в контроле 2,08, разница 0,65. В этом хозяйстве используется или осеменяют, правильнее сказать, искусственно осеменяет сексированная сперма первотелок. Соответственно, учитывая, что доза сейчас сексированной спермы минимум 3 тысячи российских рублей, экономию можно посчитать на этом еще. Что касается практического опыта применения в Республике Беларусь, на этом слайде можно тоже увидеть примерно такое же снижение уровня заболеваемости и задержанием последа, эндометрит, мастит, первичный случай и выбытие. Почти в три раза сократили выбытие, применяя кикстон. Выборка здесь более 200 голов. Что касается среднесуточного УДОЯ за 100 дней лактации, в опыте 31,57, в контроле 29,12, разница составила 2,45 литра. Интересные результаты, подтверждающие наши данные, которые мы недавно получили, это практическое применение препарата в Израиле. Это данные 2019 года, известная компания Хакаклайт, которая консультирует 95, даже больше, наверное, 95% производителей молока в Израиле. Они проводили независимые исследования и вот результаты, то есть сокращение случаев китоза в среднем 63%, сокращение случаев выбраковки 56% в среднем. Исследования проводили на 8 площадках. Потеря упитанности на 23% и увеличение суточной молочной продуктивности на 1 кг в первые 150 дней лактации. То есть, в принципе, у нас аналогичные результаты и в Беларуси, и в Российской Федерации получены. Спасибо за внимание. Какие у вас будут вопросы? Надеюсь, я в 10 минут, наверное, или вложился, или нет. Нет, презентация хорошая, поэтому все в порядке. Ну, я старался, извините, что быстро, хотелось побольше. Китоз очень такая важная проблема, и бороться с ним необходимо. Сейчас было много по поводу оплодотворяемости, по поводу всего остального. Вот тут у меня есть интересный опыт такой. Мы весной был в Центре передовой генетики, это Мосплем, город Волоколамск. Они там занимаются пересадкой эмбрионов. И вот, когда мы разговаривали, в частности, по китозу, они же каждый раз, когда делают вымывание, они оценивают эмбрионы на предмет их полноценности, так скажем. То есть есть пригодные к дальнейшей пересадке, да, и есть дегенераты, так называемые, которые не смогли сформироваться нормально, и, соответственно, дальше они в этом деле использоваться не могут. Так вот, какое наблюдение сделали ребята, которые этим занимаются? Они прямо говорят, что корова, перенесшая китоз, не будет нами приниматься, по крайней мере, в ближайшие 150 дней. То есть коварство заболевания в том, что мы, когда сталкиваемся с этим делом в полях, мы очень часто начинаем обращать внимание на какие-то заболевания, на них смотреть. На самом деле системное расстройство, то есть корежить гормональные схемы, двигать какие-то сроки и так далее. На самом деле овуляции проходят в этот момент, и охоту мы наблюдаем, и гормоны действуют правильно. Просто вот именно из-за того, что есть вот это все-таки опосредованное действие на эмбрион, просто не происходит его, скажем так, он не приживается просто-напросто. То есть мы выполняем все правильно, но из-за вот этого начинаем смотреть в какие-то разные стороны, зачастую уходя в какие-то не совсем нужные для нас направления. Один вопрос хотел сам от себя задать по поводу Монензина, по поводу Кекстона. Его на запуске можно ставить, то есть перед запуском? Перед запуском можно, конечно, но экономически, если посчитать, то есть мы за 60 дней мы теряем 30 дней эффективности. 30 дней эффективности мы теряем, поэтому наша компания рекомендует за 3-4, то есть при переводе с первого сухостоя на второй, то есть применять. У меня, честно говоря, в Белоруссии был опыт, применяли мы в хозяйстве, это их была инициатива. Результаты намного хуже, если мы применяем за 3-4 недели по группам в целом. То есть лучше вот сделать так, когда в транзит переводим, тоже можно его применить и будет все в принципе хорошо. Хорошо, спасибо большое. Вопросы есть? Чатики. Добрый день, добрый вечер. Добрый день, вечер, добрый. Зовут меня Яблоков Михаил, ветеринарный врач. Хотел вопрос задать. Во многих предприятиях, я скажу просто, в некоторых предприятиях, что такое отрицательный энергетический баланс, наверное, знают не понаслышке, а ежедневно видят животных в этом состоянии. Кикстон — это, наверное, универсальная штука, которая предназначена для решения этих проблем. Но, наверное, надо смотреть все-таки в корень. Больше проблемы, именно связанные с балансированием кормления. Как вы считаете, как ваша экспертная оценка, что необходимо технологу, кормленцу в первую очередь определять, наверное, в составлении рационов или, скажем так, чтобы не было этих проблем, связанных с отрицательными энергетическими ямами и так далее. — Полностью с вами согласен. Здесь все зависит от качества кормов, балансировки рациона. Но бывает такое, что на предприятиях, не все предприятия могут заготовить качественные корма. В Российской Федерации, сколько я бываю на территории российской, очень много внимания заготовке корма уделяется. Честно скажу, в Республике Беларусь в последнее время тоже начали уделять этому большое внимание. Но если заготовили там 10-20 ям, сенаж, силос, они ротацию, конечно, с ямами могут делать, но не могут полностью сбалансировать рацион так, как необходимо. И по энергии, по сухому веществу. То есть здесь и в данном случае кикстон — это как помощник. То есть мы видим, что есть проблемы с кормлением. И честно вам скажу, что в Республике Беларусь в хозяйство, где уровень кормления ниже, результаты по кикстону, по применению кикстону намного выше. Недавно я завершил в Гродненской области у нас исследование выбытие в 6 раз ниже, представляете? В 6 раз. То есть там, где применяли, то есть применяли и ниже, ну, кикстон применяли. Спасибо за ответ. Еще один вопрос, вот коллеги подсказывают. Энергетические добавки в виде высокоэнергичных или как, высокоуглеводистых энергетиков, вы знаете, пропиленгликоль, глицерин и другие вещи, которые в последнее время практикуются. Они в ежедневной рутинной практике должны быть в рационе или все-таки в каких-то, ну, я бы назвал, наверное, критических периодах у коровы во время 101 дней лактации либо она раздоет в плане первых 30 дней после отела. Если у меня многие в Беларуси хозяйства, если применяли пропиленгликоль, в основном у нас применяют пропиленгликоль, многие отказались. То есть применяют кикстон, применяют кикстон, а пропиленгликоль убирают. Как правило, пропиленгликоль, как вводят в рацион, ну, бюджетный вариант, это поливают по кормосмеси. То есть, ну, соответственно, если животные тяжелые роды у нее, патологические роды, да, наблюдались, то есть ее даже, она к кормовому столу подойти, то есть ее отодвинут. И, например, тот же самый кикстон, находясь в рубце, она съела корм и получила больше энергии. То есть, ну, здесь положительный момент еще. Спасибо. Корова пропилен не любит. Он горький, он обжигающий, поэтому его лучше, конечно, там... Да-да-да. У нас ведущее хозяйство, ну, сильное, крепкое хозяйство, дренчуют даже. И он говорит, что если мне дренчевать, да, 3-4 раза, то я, говорит, веду кикстон и меньше... Да, это проблема, которая очень большая. И вся эта проблема, она благоприобретенная, надо здесь отметить, что это несовершенство рациона, это иногда просто отсутствие транзита вообще, в принципе, когда сухостоя коров притаскивают в родилку там или с торчащими ногами уже, или вовсе расстелившихся. И, естественно, приходится делать какие-то действия, там, вот... Как кувалдой бить, что называется. Здесь мы и пропиленить начинаем, тут же там по 300-400 мл заливать и так далее и тому подобное. Не дренчуют часто, очень часто не дренчуют, это прям большая проблема. Поэтому для ленивых врачей, какой мы все являемся, наверное, стоит попробовать. Спасибо большое.